По второму вопросу в части выдвижения кандидатов для голосования на должность председателя Назарского городского совета. У кого есть какие-то предложения? Чего долгие есть предложения? Я предлагаю свой угольный вопрос. Курить не пригласить. Учитывая, что наш регион посещал дважды Виктор Александрович, много, скажем, было выделено и подвечено много всяких мероприятий. Я считаю, что кандидатура, скажем, директора школы номер 7 Ольги Владимировны вели большие перспективы, то есть у нее задача решать вопросы по строительству, по ремонту такого большого объема. И кто, как она, другой, зная этот объект, может решать эти вопросы. Если только она уйдет, скажем, председателем депутатского корпуса, значит этот вопрос как подвод, и там долго придется оплатиться кому-то, чтобы было стекло, что это первое. Это, скажем, профессия учителя. Вы же не так, вы же сказали, что только для оплаты детей, зная специфику и так далее детского контингента, она может справиться и продолжить эту работу во фирменной специальности. Я вот такой и не успел. Тот и ловец, как альтернатива, предлагаю. Человек, который работал, знает в депутатском корпусе, знает проблемы города. Так, это Стрейникова, Юлия, Алексеев. Так, у нас три комбинации. Еще две предложения. Я так понимаю, мы каждую репутацию не обсуждаем, да? Каждая фраза, это каждое мнение каждого. Ну, я предлагаю, чтобы вы обосновали вот именно контингент. Я не знаю, но тем не менее вот так. А кто должен обосновывать? Обосновывать, кто предлагал. Нет, я так понимаю, мы сейчас слово дадим каждому, и кого, кого предложили. Вопрос просто, иссяк поток предлагающих или не иссяк. Само выдвижение у нас было от партийных списков. Может, еще кто-то желает быть председателем. Я так понимаю, тогда мы даем слово по очереди к тому кандидатам. Правильно? Правильно. Первой была Ольга Владимировна. Не знаю, минута-две только у нас. Две минуты достаточно. Пожалуйста, по-моему, тише. Мне кажется, она... Извините, конечно. Кто предлагал, наверное, должны сказать. Я обосновал свою поддержку. Вчера. Нет, давайте... Ну, не международный субъект, да, что такие решения после последнего месяца мы обсуждали на партийном собрании. У нас была конференция. И кандидатура все-таки выверена. Человек имеет очень большой опыт работы, в том числе и паблический опыт работы. И мы доверяем Елене, чтобы она разговаривала наш городской совет, разговаривала депутатки и в дальнейшем работала и поработала. Я так понимаю, в этом случае любой человек, он уходит с предыдущего места. Русские, в том числе и школы. А можно Кольке Владимировне вопрос... Давайте какие вопросы... Кольке Владимировне, пожалуйста. Кольке Владимировне, вот как раз сказали об образовании и очень правильно Олег Николаевич Ольгинович, что вам как-то необходимо будет потянуть в школу. Я очень хорошо помню, что когда Валериненко уходил с поставки водителя управления образования, и мы, и я просила вас возглавить в Управлении образования города Назарова, и вы в тот момент сказали о том, что вы никогда, вы уйдете со школы, будете считать это предательством школы за детей. Вот на сегодняшний момент вы готовы сделать этот переход на вашу личную позицию? Ну, во-первых, я хотела бы сразу же, наверное, отдала вопрос ответить Ивану Петровичу и вашу Леониду Алексеевну. Во-первых, предложение возглавить Управление образования поступало три года назад. Прошел определенный период времени жизненный, и изменились и планы, и подходы. Во-вторых, на сегодняшний день школа номер 7 – это образовательная организация, которая имеет образовательную программу, перспективную программу развития на пять лет. Педагогический коллектив четко и ясно понимает свои задачи. Управленческая команда этой школы готова на сегодняшний день к выполнению тех задач, которые сформулированы в перспективном плане развития этого образовательного учреждения. Поэтому я считаю, что и школа, и ученики, и родители, как жители города Назарова не потеряют той моей заботы в лице. Если сегодня меня и станут председателем городского совета, я также буду в том числе и вставлять интересы поселения города Назарова и учеников в третьей школе, родителей, изменились в моем городе и ничего такого не стоит. Спасибо. Спасибо. Так, я так понимаю, Михаил Павлович, Вы, как само вид движения, сами о себе и заявляете. Еще один вопрос можно? Я прошу прощения. Потом… Дорогие коллективы, правильно, у меня он сказал, что такие решения не должны приниматься просто так и неправильно, в то же время. Председатель избирается решением городского совета депутатов, не решением какой-то группы лиц, фракций, с кем-то согласованием, каким-то выявлением. Мы избираем здесь и сейчас председатель. А нам предложены кандидатуры, безусловно, хорошие, но кем-то когда-то согласованы. И предложение сейчас такой кандидатуры, но чуточку умаляет нашу компетенцию как депутатов городского совета. Что касательно себя. Меня ни с кем не выверяют, ни с кем не согласовывают. Я избран депутатом городского совета. У меня, я считаю, достаточный опыт работы и в муниципальных организациях, и в коммерческих организациях, и в банковской сфере. Я был руководителем юридического подразделения банка на протяжении нескольких лет. Я считаю свой кандидатур достойным для рассмотрения коллегами. Вопросы? Михаил Константинович. Писание. Работа председателя подразумевает не только на сессииприятия, а на постояннойcol blog. У усырье работают в 8-15 сингтон. Дресо предусматривает и на постоянной основе. Значит, будет что-то пересматриваться? Песню, я так полагаю. Будет значит, предполагает переехать в город Назарова. Я отмечаю. Спасибо за поддержку. В любом случае, есть множество примеров, когда люди из другого города приезжают, люди здесь работают на благо Назарова, и у них получается даже учительный анталлогист. Еще какие вопросы? У меня был вопрос Ольги Владимировны. Все, спасибо. Вернемся к Ольге Владимировне. Я бы хотел, учитывая все эти заслуги, я бы хотел увидеть их в коротком, в несколько срок, выразить те достижения, которые сделаны в городе, то есть по общественной работе в городе, то есть дать характеристику появления себя в этом качестве, не только директора школы, а вообще в городе, по общественным делам. Пожалуйста. Вы хотите сейчас разграничить мои дела, связанные с образователем? Я хочу судить по активности, активности председателя, который будет возглавлять в городский корпус, то есть в общем городе, зная город и так далее. Вот это я хочу судить. Хорошо. Я проживаю в городе Розаево дня своего рождения. Я не паровец. И всегда жизнь города для меня была очень важна. Я всегда ходила и присутствовала на всех общественных слушаниях, касающихся на том, как учеба города, и принимала участие в обсуждениях этих вопросов, задавала вопросы, понимала, из каких позиций складывается то или иное решение. Кроме этого, я участвовала во всех мероприятиях, связанных с деятельностью образования, молодежной политики, не включающая даже деятельность школы. Например, немного хотелось нашими командами, спортивными, КВНовскими и другими, вместе с детьми, родителями, образовательная форума. Вот эти аспекты деятельности общественной жизни города были? Я понял. То есть сфере образовательной? В том числе, да. Ну, я сам был. Спасибо, Ольга Владимировна. Спасибо, Мирон Петрович. Еще какие вопросы? Большие поколения. Все, по этой теме Юлия Алексеевна. Уважаемые депутаты, я прекрасно понимаю, что с некоторыми из вас мы работали, прекрасно понимаю, что у партии «Единая Россия» прошла конференция, было принято решение, которое мы будем сегодня отстаивать. Поэтому я беру самоотвод, но самоотвод беру и в пользу Крихина Михаила Константиновича. Объясню, почему. Причине того, что мы работали с ним, мы очень часто и тесно общались по рабочим вопросам, когда я была глава города, председателем городского совета депутатов. У этого человека выстроены на сегодняшний момент рабочие отношения к законодательным собраниям в Креснайской Украине. А если мы думаем о будущем города Назарова, а не о своих политических интересах, мы, безусловно, должны проголосовать именно за того человека, который будет идти вперед, развивать город, связи у него для этого есть, и он сможет добиваться того, чтобы нас слышали на уровне законодательного собрания Креснайского края. Я с большим уважением отношусь к педагогам, но все-таки это немного другая сфера. И сегодня здесь у нас представлять интересы города должны люди, которые знают эту сферу, которые смогут город отстоять, и у которых есть для этого определенные связи. Поэтому я все-таки прошу поддержать и в этом конструкторе. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Регально. Не соблюдаем? Голосовать, конечно. Так, коллеги, за постоянную и непостоянную обслову мы проголосовали, и теперь у нас с вами остается два кандидата на должность председателя Наразарского городского совета депутатов. Мы должны с вами по порядку проголосовать сначала за Марту Сольгу Владимировну, затем за Старикина Михаил Константиновича. И по большинству голосов определить, кто будет председателем Наразарского городского совета. Поэтому ставим вопрос на голосование. Я правильно говорю? Что за то, чтобы Марту Сольгу Владимировну была председателем Наразарского городского совета депутатов? Кто за, прошу голосовать. Должно быть 17. А вы не голосуете? Вы не голосуете на Олег Антуре, сейчас уже нет голоса. Мы считаем, кто переживает. Ваш голос на Олег Антуре. А голосует пока за, потом против, потом воздержавшись. Зачем же вы дали? Кто против? Кто воздержался? За 13, за 13, воздержались двое. Против? Против, да. Все. В соответствии с голосованием. Тогда я решение сразу зачитаю, правильно? Иди пара. Нет, извините, перебиви. Если надо проголосовать, я поменю. Ой, простите меня, уважаемый. Все, я с этим. Ага, не то, что маленько поплыл, но порядок. Уважаемые коллеги, то есть, получается, мы должны проголосовать за Оскрикина Михаил Константиновича. Кто за... Прошу голосовать. Пять. Пять. Кто против? Кто воздержался? Один воздержал. Вон, воздержался. В 12, воздержался. В 12, воздержался. Развучите тогда уж полный, если что находит. Что за спутниками 5 человек за, против 13, воздержались более. Коллеги, теперь предлагаю проголосовать за решение в целом. Сейчас я его прочитаю. Решение об избрании председателя Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 устава города Назарова, статьей 9 регламента Назаровского городского совета депутатов, Назаровский городской совет депутатов решил. Первое. Избирать председателя Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва Марту Сольгу Владимировну на постоянной основе. Пункт 2. Решение вступает в силу со дня, следующее за днем его принятие и подлежит опубликование в газете Советского причинения. Прошу голосовать за решение в целом. Кто? Да. 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 Кто против? Кто одержался? Решение принято. 15 голосов 2, 5 против, одержавшихся нет. По первому вопросу нас поздравляем Марту Сольгу Владимировну с отбранием председателя Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...